добрый день дорогие друзья с вами капля и продолжаем говорить о плодах сегодня я хотел бы поговорить о мире дух святой дает мир и знаете в свое время я не совсем это понимал но однажды со мной произошла очень интересная история когда мой старший сын был маленьким чуть меньше года я остался с ним один дома моя супруга по каким-то причинам поехала в город мне нужно было провести несколько часов с малолетним товарищем который все время орал это время мы снимали небольшую комнату в центре города почти и это была часть дома поделенной между родственниками и одного из них мы сняли эту комнату треть треть дома по улице ходили трамваи и вот это все каждый раз и вот это и люди а я пытаюсь уложить ребенка ты пытаешься качать а там дадим-дадим-дадим-дадим люди и внутри меня просто нарастало раздражение потом пришел сосед справа он был такой знаете заядлый рокер барабанщик он приходил жарил там что-то себе покушать и потом садился за свою барабанную установку и начало и на улице дадим-дадим и он и там дадим-дадим а потом пришли соседи которые там сзади наши и муж начал орать на жену и вы можете представить а на улице еще была собака как только муж начал орать на жену собака начала гавкать и я с маленьким ребенком который мне нужно уложить и внутри такой просто шторм я даже не знаю буря торнадо я раздражен на всех и я не могу успокоить ребенка я его укачиваю а он плачет и знаете я стал молиться и господи помоги мне пожалуйста мне нужен твой мир и вдруг произошло чудо нет трамвай продолжал дадим-дадим мужик колотил в барабаны эти ругались а собака гавкала но в моей комнате мирно тикали часы и этот был тот момент когда вот этот божий шалом божий мир он просто наполнил меня я понял что не играет роли все что вокруг важно то что внутри и вот дух святой это не просто дух бога который приводит все в покой нет это и есть божий покой и он всегда внутри тебя и он учит тебя постоянно пребывать в этом мире ты никогда не сможешь быть источником шалома ты никогда не сможешь находить этот покой в себе потому что не источник этого покоя покоем является наш господь помните имя господа крепкая башня убегает праведник и будет безопасен вот примерно об этом я говорю когда я говорю о плодах духа святого когда в дух святой внутри нас он наполняет нас покоем этим божьим миром божьим шаломом и ничто не может заменить его мы не можем найти это в себе мы не можем это найти в других людях мы не можем найти это те вы мы не искали только в боге успокаивается душа моя и вот плод духа святого внутри нас когда он учит нас ну не знаю просто погружаться в него когда вокруг душу и что и это плод это плод отношений с ним когда ты понимаешь что всякий раз когда вокруг начинается буря нам надо бежать туда нам нужно просто лететь в глубину бога и там покой там шалом там будут суетиться люди там будут кричать там будут на тебя нападать там будут тебя бить в спину придавать друзья там впереди тебя ждет неизведанное эти люди хотят тебя толкнуть туда те туда и вокруг просто сплошная проблема а под ногами нет твердого основания но внутри тебя шалом потому что внутри тебя дух святой дух святой приносит нам этот плод он выращивает внутри нас свой мир потому что он его источник